добрый день уважаемые коллеги сегодня у нас будет очень интересное очень сложная в плане последствий данного поведения потому что всегда мы не пунктивное поведение это характер характер исправить потом будет очень вначале это просто привычка ну и сегодняшняя тема вопроса у меня очень большая просьба к вам вопросы писать здесь вот стоит экране есть маленький листок с вопросов вот в этот чат пожалуйста потому что из общего чата мне выбирать очень проблематично потому что читать и вопросы ваши выискивать сложно если не трудно пожалуйста будьте добры но те кто уже фамилий много очень знакомы кто по постоянному является слушателем все кто меня не знает я представлюсь меня зовут кондратья орга генриховна я начинаю всегда с этой своей профессии потому что считаю ее основной я врач-психиатр я закончила медицинский университет лечебный факультет и работала психиатрической больнице последующим ушла на преподавательскую деятельность настоящий момент я являюсь доцентом пашкирского государственного университета на кафедре физиологии ну и параллельно у меня с преподавательской деятельности 20 лет совершенно случайно но я понимаю случайности они всегда закономерны я работаю педагогом психологом в одной из школ города уфы достаточно такой серьезной и сложной школе с огромным количеством детей ну и консультирую и провожу регио коррекционные занятия консультирую конечно в основном детей но бывает и семьи бывает и взрослых но это вот вопрос о том откуда же учу кандидата биологических наук по направлению психофизиологии такой интерес к детству он прямой ну и сегодняшняя тема у нас с вами это формирование манипулятивного поведения у ребенка с ним мы сталкивались с вами все кричащего орущего вопящего с перекошенной физиономии требующего малыша мы с вами все видели возможно такие ситуации были и у наших с вами детей ну а у нас уже и внуков вот для меня это серьезная достаточно проблема как не допустить у моих маленьких внуков вот этого явления ну и давайте мы с вами начнем не переключается что-то у нас так ну начнем пока так потом я думаю что что-то технически у нас зависло переключение сладов сейчас технически наши посмотрят как это можно сделать чтобы все это переключалось что же такое манипуляция манипуляция это определенное действие с целью чего с целью того чтобы добиться определенной цели до цели бывают разные малыши у нас разные желание потребности у них тоже разные и чтобы добиться этого ребенок начинает вести себя как-то не очень правильно для того чтобы для того чтобы ему это дали чаще всего ну и естественно что в начале это происходит может быть даже случайно почему случайно ну потому что ребенок высказал какую-то определенную просьбу а родители не среагировали на эту просьбу так я понимаю что что-то зависло у нас а вот это как правило происходит в раннем возрасте возрасте тогда когда ребенок не может высказать определенные свои требования более может быть четко словами и он проявляет это криком откуда это происходит почему манипуляция формируется она именно в начале является просто просьба не более не менее почему не слышат родители в начале это вполне возможно что не специально просто мама чем-то занята потому что вот этот вопрос дискуссии когда начинается манипуляция как поведенческая реакция очень рано тогда когда ребенок не получил ответ на свою просьбу но получил ее позже когда он повторил эту просьбу многократно громко со слезами мы прекрасно с вами помним собачку павлова да у которой моментально вырабатывался вот этот рефлекс капания слюны из фистулы когда ему показывали еду и при этом включали лампочку потом лампу включали еду не давали а слюна выделялась вот приблизительно то же самое только слезы они быстро фиксируются еще в подсознании ребенка что слеза капнула родители сразу же дают и в начале это всегда не осознанно потому что манипуляция как поведение как реакция поведенческая начинаются очень рано мы даже можем с вами не заметить и очень часто я вижу на улице когда ребенок сидит в коляске маленький ребенок ему от года до двух а мама идет занята своим телефонами или разговором с подругой и соответственно ребенок в этот момент ему что-то потребовалось что может понять только маму потому что в этот период разговорной речи нет ребенок жестами выразить тоже не может но мама вот эти мельчайшие оттенки я говорю про маму не про ту женщину которая я ж мать родила и а именно про маму мама моментально понимает его просьбы и дает но вот вот это хэштег я ж мать это к сожалению сейчас явление достаточно часто очень грубая грубая в отношении ребенка связано многими причинами это связано но прежде всего на мой взгляд то что мама у нас не готова к материнству к сожалению не готовим мы их сами взрослые которые я не говорю про взрослых женщин которые рожают осознанно а говорю про против девочек которые рожают потому что подружка родила как вы знаете вот этих вот эти фразы ягра зачем же выражали то этого ребенка ну подруги все родили а чушь у меня ребенка нету я тоже мне тоже надо было то есть ей нужен был ребенок только для того что есть упадут поэтому мама обратив внимание что ребенок станет как-то ручку по-другому именно тогда когда он что-то просит мама сразу же обращает внимание на ребенка и выполняет его просьбу ему нет необходимости кричать но иногда наблюдаешь такую ситуацию ребенок просит что-то он сначала просит он еще маленький и он еще использует то нормальное состояние которое ему еще свойственно у природе своей но мама занята мама занята мама занята раз на просьбу два на просьбу голос у ребенка повышается появляются нотки крика конце концов он орет она ему что-то орешь ну соответственно и эпитеты различные и в общем-то тычок ребенку просьба не выполнена но два-три раза и эта реакция зафиксирована а зафиксирована она бывает особенно в том случае в конце концов когда ребенок дарется получил эту бутылочку он пить хотел он потребовал бутылочку сначала он просил потом требовал вот естественно что вот в этом случае и получилось но смотрите не каждое проявление каприза проявление так называемое упрямство может быть это агрессия какая-то и так далее появляется именно манипуляции что же является манипуляцией так вперед как-то странно у нас но вот смотрите что же будет свидетельствовать о том что данная поведенческая реакция является манипулятивной когда приводит его малышей ко мне и вот вот он капризный он все время орет он все время истерики закатывает извините истерический припадок это очень серьезный припадок это не просто ор это не просто падание на пол дрыгание ногами и так далее это уже серьезное заболевание которое необходимо лечить это называется истерический невроз это является пограничным состоянием а не ем которая затем может стать вот той психосоматикой психосоматическое расстройство перейти в более старшем возрасте подростковом возрасте а соответственно еще существенно изменить характер который мы с вами уже в последующем исправить сможем только через то что мы сломаем этот характер то есть понимаете мы призваны к тому чтобы развивать ребенка мы вынуждены выламывать этот характер серьезно потому что для ребенка это дискомфорт очень серьезный для того чтобы потом он жил здоровым и это очень сложный процесс это очень сложно сделать без потерь потому что очень сложно получить доверие данного ребенка подростковом возрасте ну вот что же является ну то есть является тогда когда есть психологическое воздействие на взрослого манипулятор воздействует на взрослого человека это может быть у это может быть криком это может быть нытьем это может быть капризом ну приблизительно знаете что это такое да ну копии копии вот мы сегодня обсуждали да что купи 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 и если купи 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 естественно что в этой ситуации купи купи в конце концов не все родители выдерживают и покупают причем покупают очень интересно ведь дело в том что ребенок маленький размеры не понимает и он требует шоколадку и мама идет по ее мнению или папа на компромисс покупает маленькую шоколадку но я же не купила ему большую шоколадку как он требовал а он этот большой шуколадку он был естественно большой предмет но шоколадный а мама купила шоколадку но только маленького понимая к видите поэтому естественно что вот это первое он добился своего и вот смотрите второе отношение манипулятор к другому человеку как средства достижения собственной цели. Это понятно, да? То есть вот кто-то может ему достать то, что ему нельзя, и вот этот человек становится объектом. Дальше. Стремление получить односторонний выигрыш. Ты мне даешь. Я тебе ничего не даю. Я это не покупаю. Я это требую. Следующее. Скрытый характер воздействия. Ну вот ты знаешь, вот Васе купили такую классную игру. Есть и такое, такая манипуляция. Хитрая. Мы с вами потом рассмотрим типы манипуляторов детей. И вы увидите, что да, такое тоже бывает. Используем психологической силы. Давление психологическое. То есть длительное, очень сильное, бесконечное, как кажется взрослому, никогда не заткнется. Лучше заткнуть, чтобы только отвязался. Все. Дальше. Игра на слабость. Используем психологические уязвимости. Мама не разрешила, папа не разрешил. Бабулечка. Как правило, как правило, ломаются дедушки. Ну, они ломаются, потому что они хотят покоя. А тут покой такой, ну, никак, пока он ноет, имеется в виду внук. Лучше ему дать. Несмотря на то, что все предыдущие ему не разрешили. Вот, пожалуйста, манипулятивное поведение к одному из членов наиболее уязвимого семье. Следующее. Побуждение. Мотивационное привнесение. Искусственные потребности, мотивы для изменения поведения и так далее. Мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий. Это, как правило, дошколята, которые уже много что знают, много как могут говорить, поэтому, естественно, вот это все они будут использовать. Так, следующее у нас. Способы. Ну, способы нам с вами известны, да, как вопли, ор, плач, рыдание, доведение себя до рыданий, каприз, зыханый, истерик. Вот я хочу немножко на вот этих истериках остановиться, потому что это, еще раз говорю, это пограничное состояние, истерический невроз. И в данной ситуации это говорит будет, конечно, о том, что ребенок манипулятор, однозначно, но это и будет говорить о том, что ребенок находится в крайне неблагополучной психологической обстановке, и он не удовлетворяет свои потребности естественным путем, тогда, когда просто родители знают, что нужно дать это ребенку, ему все абсолютно приходится требовать. И нервная система постоянно находясь вот в таком состоянии возбуждения, к сожалению, она уже привыкает к тому, чтобы в конце концов среагировали взрослые. И ребенок, начиная вот эти с крика, с плача или с каприза, он не может остановиться даже тогда, когда ему что-то дали. Уже понимаете, то есть перевозбуждение нервной системы очень серьезно, невроз. Мы с вами знаем нормальное состояние, норма, невротическое состояние, ну а следующее состояние, психоз, острый психоз, как правило, это очень серьезно. То есть здесь, во-вторых, идет перевозбуждение разных центров, то есть там идет взрыв коры, и может создаться какой-то определенный очаг, который может, к сожалению, стать очагом эпилептического припадка, потому что истерический невроз, он на 50% схож с припадком именно эпилептическим. И судороги, которые потом у ребенка, вот эта трясучка, которая у него начинается, зачастую это не он искусственно это трясется, у него уже произошло перевозбуждение какого-то определенного участка головного мозга, который посылает определенный импульс в определенную группу мышц. И начинается судорога, органическая судорога, понимаете, она функциональная, но она связана с корой головного мозга, то есть он не изображает, а на самом деле это происходит. Почему вот я буду застрять внимание на этих определенных каких-то моментах, которые говорят о том, что это не просто, потому что некоторые родители не воспринимают это серьезно, покапризничать и перестанет. нет. И обратите внимание, милые родители, дорогие родители, это не просто каприз, это призыв о помощи, как ни странно. Вначале ребенок просит просто то, что ему необходимо. А потом он начинает уже особенно в подростковом возрасте манипулировать родителями и особенно вот такими болезненными припактами. Агрессия, показная беспомощность, которая может привести к симуляции определенных заболеваний, которые, извините, тоже отказ от еды, в последующем анорексия. То есть, видите, в общем-то, здесь очень четко прослеживается конкретная связь. И вот очень хорошую классификацию я нашла маленьких манипуляторов. американский психолог Эверис Лео, он очень серьезно изучает многие годы именно манипулятивное поведение как детей, так и взрослых. У него есть ряд публикаций, посмотрите, ну и есть еще и ряд психологических тестов, которые тоже очень интересны. Психологи, посмотрите, поинтересуйтесь, ну для общего развития это пригодится. Вот смотрите, какие интересные манипуляторы у нас есть. Маленькая тряпка. пассивный записимый ребенок, который манипулирует, используя силу напускной слабости. Он беспомощный, ой, а я не понимаю, объясни мне еще раз, ой, я так устал, сегодня было столько много в детском саду занятий. Понятно, что это ребенок более старшего возраста, который уже понимает, насколько слабое беспомощное состояние может быть очень сильным в плане достижения своего чего-то. Следующий, тоже очень серьезный, это маленький диктатор. Ну вот, видите, да, вот это начало, вот это уже припадок. Понимаете? То есть, вот здесь уже серьезно. То есть, начинается с, он будет падать сразу же, вот когда ему отказали первый раз, ну, я имею в виду не первый раз по численности, а первый раз он попросил что-то, ему не дали, тут же начинается топание ногами, злость, обида, драка со взрослым, тарапание, кусание. Остановить этого ребенка практически невозможно. Уже если у него сформировалось вот такое диктаторское отношение манипулятивное, естественно, что остановить его будет очень сложно. Почему формируется у этих детей вот этот тип формируется вот именно тогда, когда у ребенка очень много в начале в его раннем детстве было того, что а в чем он был или ему отказ или в том, что ну, действительно было невозможно ему дать, но ему очень-очень сильно хотелось. Тут что-то в чате вопросы, они сдвинулись куда-то? Так, следующий, ладно, вопрос пока оставим, следующий, хитрый Фредди. Ну, вот я специально подбирала фотографии какие-то, чтобы они были похожи, ну, как-то нам с вами показывали, вот и получается у нас, что хитрюга, вот он добился и показывает язык, что он действительно добился. Это слезы, это необязательно крики, это может быть тихонечко сел обиженный такой в уголке дивана, сидит, рдает и так далее. То есть, это тот человечек, который очень легко усвоил, что с помощью слез можно добиться. Ну, вот я еще раз говорю, это как раз те взрослые, которые очень-очень-очень быстро тают, бабушки, дедушки. Так, моя знакомая перевоспитывала такого маленького диктатора, а потом оказалось, что у ребенка эндокринная проблема и это его естественная реакция. Естественно. Поэтому, это я немножечко позже вам скажу, что действительно сначала нужно физиологию проверить, а потом уже рычать на ребенка. Следующее. Так, что-то у нас зависает немножечко. Так, сейчас еще вопросы посмотрим мы с вами. Опять что-то мы зависли. Крутой том. Это задира. Так, сейчас назад. Будет добиваться именно тем, что он будет вызывать страх определенный. Это человечек, который добивается взывательствами, обидными прозвищами, может даже подраться. То есть, он будет использовать отбирание и так далее и тому подобное. То есть, он будет использовать абсолютно все для того, чтобы добиться желаемого. Ну, и самое интересное, любимое такое мною, это категория карм-победитель. Это тот ребенок, который маленький король. Причем, он, ему особых усилий-то даже делать не надо, потому что его изначально взрослые сделали вот таким победителем, соперником, который всегда побеждает. И он, естественно, что хочет всегда быть первым, и он всегда будет первым, и он будет доказывать, что он лидер. И вот это, к сожалению, как раз тот ребенок, который существенно изменяет свой характер в процессе формирования манипулятивного поведения. Поэтому, естественно, что когда они уже приводят вот такого ребенка, когда он уже царствует в своем царстве, и у него очень много подданных, имеется в виду родственников, начиная с родителей, братьев, сестер и так далее, конечно, очень сложно. Так, сейчас я немножечко, ну вот нестабильное что-то у нас, поэтому давайте уж, как говорится, спокойненько отнесемся к этому. Так, сейчас я немножко по вопросам сразу же перевоспитывала эндокринная проблема, да, естественно, что я в самом начале вам сказал, что не каждый каприз, не каждый плач ребенка это манипуляция. Как врач, я всегда посылаю своих клиентов, детей со взрослыми изучить эндокринную систему, неврологию полностью, и, если необходимо, отправляю к детскому психиатру, потому что действительно, это не только поведенческая может быть реакция, а именно поведенческая реакция будет последствием того, что есть у ребенка физиологическая, физиология всегда проверяем первым. Это я вначале вам сказала. как вы относитесь к тому, когда манипулируют родителями уже взрослые дети, а как реагировать? Дело в том, что поведение манипулятивное это не прерогатива детского возраста, это не приоритетный возраст. Манипулятивное поведение, сформированное в раннем детстве, оно плавно переходит, плавно переходит, причем манипуляция становится более изощренной или наоборот более грубой, более примитивной в зависимости от характера манипуляции. И поэтому, естественно, извините, мною манипулировать родители, конечно, уже отказать не смогут. Это и взрослые дяденьки с тетеньками, которые отбирают у родителей, уже отбирают уже, не просят, вначале были просьбы о деньгах, а требуют и отбирают пенсию у старушек. Это тоже манипулятивное поведение, которое стало настолько примитивным, что что ее просить? И у него надо забрать это и все. Это проблема детства. Я смотрю шоу, как ни странно, почему я это делаю? Потому что там очень можно четко собрать типажи конкретные. Но вы знаете, честно говоря, уже интерес пропадает, потому что типажи повторяются многократно. Всегда, когда выходит бедная несчастная женщина пожилого возраста и начинает ругаться на своих детей, не ругаться даже, а слезно просить о помощи, вы знаете, последующие выходы ее внуков, детей, ну, говорят, потому что, в принципе, она же сама спровоцировала все это поведение в детстве. Она сама так же гуляла, она сама так же уходила из дома, так же ее содержала ее мама, старенькая бабушка. То есть, понимаете, здесь однозначно, как я должна относиться? Ну, попробуют поманипулировать. Любовь это немножко другое. Безумное, сумасшедшее это не любовь, это безумие, потому что любовь как явление, как состояние, это всегда ну, явно не сумасшествие. А вот это безумие, сумасшествие в отношении, это, понимаете, тогда, когда они начинают уже в пожилом возрасте выполнять требования своих взрослых детей, это уже страх в большей степени, это не любовь. Это страх. Второе, это желание хоть каким-то образом увидеть своих близких, даже пусть они придут, я им дам денежку, но хотя бы раз в месяц я его увижу. То есть, здесь как относиться? Я не знаю. не дай, вот, вы сами говорите, лишь бы отстал, лишь бы не приставал, а не приставал. Это да, это точно. Так, немножко. Так, дальше пока. Жизнь гораздо более изощрена, чем шоу. Я не поняла, это утверждение, Влад, или что? Я все-таки, наверное, постарше вас и знаю, что жизнь гораздо более изощрена, но типажи собирать и сюжеты, а что в этом такого? Вот, я не совсем поняла это утверждение или в мой адрес, что мне делать нечего и шоу смотреть. Нет, извините, я буду делать то, что я считаю нужным и то, что считаю правильным. Любой специалист должен иметь гораздо больше информации в своем мозгу, что, что называется потом интуиция, для того, чтобы когда ты столкнешься с реальным сюжетом, а поверьте, я с реальными сюжетами сталкивалась не только с шоу и отличить элементы шоу от реальных жизненных ситуаций, я немножко умею, потому что все-таки я еще являюсь и экспертом. Следующий момент. А это присоединение к вам. Да, я согласна с вами. Сюжеты – это сюжеты, но чем больше мы, как специалисты, будем собирать этих сюжетов, тем больше мы с вами сможем предположить развитие той или иной ситуации. Так, и вот, смотрите, давайте еще здесь вопрос. А если ребенок трясет челюстью во время плача с рождения, это неврология, Галина? Это неврология, и здесь вопрос мне, психологу, здесь срочно нужно обследование полное у невролога, потому что вот это как раз вот тот очаг какой-то образовался в головном мозгу, который как раз и сокращает мышцы челюсти, и она постоянно трясется. То есть здесь не неврология, не психиатрия, в смысле, не психология, не психиатрия. Иногда проявление аутизма принимают за манипулятивное поведение. Родители аутистов жалуются на агрессивное поведение окружающих, воспитывать ребенка лучше. Но дело в том, что здесь возможно, но не будем забывать, что аутисты тоже могут быть манипуляторами очень хорошими. Аутизм в легкой степени он не перечеркивает коммуникативную сферу полностью, коммуникативная сфера сохраняется, и вот как раз именно манипулирование у них остается вот как раз той схемой общения со взрослыми, поэтому это возможно. Окружающие, ну здесь мы с вами должны стараться изменить годами отношениям именно к этим детям самих родителей. Как только родители изменили свое отношение, как только они примут этого ребенка, проблемы на 50% уходят, поверьте. Дальше, если ребенок что-то хочет и просит это, что, уже манипуляция, а чего он хочет? Выясните, чего он хочет? Почему он долго у вас это просит? Какой возраст ребенка? возможно это манипуляция, а возможно просто вы не совсем понимаете, что ребенку нужно, а возможно вы запрещаете то, что ребенку можно. Здесь нужно рассматривать каждый случай вот такой. Это не манипуляция сразу, не надо, потому что сейчас мы будем смотреть, что же мы принимаем за детскую манипуляцию. Часто бывает, что ребенок не хочет чего-то и тоже скандалит, отказывается идти в детский сад, надевать неудобную обувь, садиться в коляску. Это защитная реакция? Нет, это дискомфорт, дискомфорт, ребенок испытывает какой-то дискомфорт, выясняйте, вы же родители, вы же родители, вам дана такая функция, выясняйте, спокойно, тихо, сейчас вот там совет мы с вами разберем. Когда родители манипулируют ребенка вместо прямых с ним отношений, ну, что могу сказать, это не родители, это люди, которые родили ребенка ради каких-то целей или бесцельно, потому что как можно манипулировать ребенком. С ребенком можно схитрить, можно и нужно в некоторых случаях. Я уже приводила на одном из вебинаров такой пример, капризничать, не хочет кушать, ну, по многим причинам, здесь может быть, если нет такой явной причины, ну, может быть, он не хочет просто реально есть в этот момент, бывает такое. Как его посадить за стол? Позвать всех, кроме него. И все. Он сядет первым. Налить всем, кроме него. И он тут же подставит вам тарелку. То есть здесь нужно очень внимательно смотреть. Так, скандалит, ну, скандалит очень плохо, что вы разрешаете ему скандалить. Так, ну, про челюсть я уже вам сказала. Влияет ли темперамент ребенка на формирование манипулятивного поведения? Естественно. Темперамент – это то, что нам дано. И, естественно, что такое темперамент? Это сила, прежде всего, возбуждение, и, соответственно, сила торможения. Как они уравновешены между собой? Естественно, что будет разное. Скажите, пожалуйста, как можно остановить маленькую тряпку? Ну, сейчас немножко там подальше мы с вами будем рассматривать определенные, ну, определенные советы, и, может быть, что-то для себя выберите. А так, естественно, что так, крутит кисти сейчас. Вот опять вопросы записали в общий чат. Очень хороший специалист. Слушаю. А, спасибо. Это комплименты. Активные дети – еще тема. Не полюсовершенно верна, абсолютно. Ребенок крутит кисти рук при положительных эмоциях. Ну, здесь надо смотреть гиперкинезы, какого характера они, потому что есть определенные неврологические синдромы, которые, при которых есть непроизвольные движения. Поэтому, конечно, обратитесь к неврологу, который скажет, что это такое. Так, какой вопрос я, честно говоря? Так, следующее. У меня в группе есть дети, которые не общаются со взрослыми, а с детьми идет контакт, что мне делать, как расшевелить. Не общаются со взрослыми. Ну, смотреть нужно, почему взрослых ребенок вероятно не принято, может быть, один из вероятных ответов не принято в семье общаться. Поэтому ребенок и естественно, что будет сторониться взрослых людей. Ну, по поводу мышления и поведения у левшей, извините, Ирина, это не вопрос нашего вебинара, это немножко не сейчас. Так, ну, и вот смотрите, почему мы считаем, что это у нас манипуляция. Наше восприятие, то есть мы воспринимаем любое действие ребенка манипуляцией. Манипуляция становится манипуляцией, когда родители воспринимают происходящее как манипуляцию. его включаются обиды какие-то, боль, вот я для тебя все сделал, а ты его, это неблагодарный и так далее. То есть вот здесь то, что, к сожалению, идет из детства самого, возможно, взрослого человека. Ну, воспитание взрослого человека, семейные какие-то традиции, и он не признает такое поведение. Так, следующее у нас кризис негативизма. Мы с вами, у кого есть дети, мы с вами знаем. Кризис трех лет также кризис негативизма, когда все отрицается. Я уже несколько раз говорила о том, что у меня была приятельница, ну, в смысле, она есть, а когда она была маленькой, вот ее родители рассказывали, что когда говорили, Лариса, ты неряха. Ну, что-нибудь, он ей говорит, 4-5 было, и Лариса гордо отвечала, я ряха, то есть не отрицалась, а ряха, это хорошо. Ну, вот, такое тоже бывает. Но дело в том, что здесь вот как раз чаще всего основная манипулятивная деятельность начинается в этом возрасте, потому что родители воспринимают негативизм как манипуляцию. Это отрицание, но не манипуляция. Поэтому, как только родитель начинает бороться с ребенком, вот и возникает манипулятивное. То есть здесь конкретно родитель провоцирует развитие манипулятивного поведения. Понимаете? Вот в чем вся задача взрослого спокойно к этому относиться. Пережить кризис негативизма, не обращать внимания. Я приводила пример перед как раз сегодня. И захожу в аптеку и покупаю лекарства и заходит что-то. Но судя по одежде девочка, потому что по лицу совершенно непонятно, голос уже охрипший, слово только одно купи, причем басом уже таким хриплым. Заходит спокойно мама, пропускает ребенка, ребенка года три, не больше. И мама спокойно подходит, начинает что-то покупать, я пакую свои покупки в сумку, это существо продолжает купикать. Но купи уже тон снижается, высота звука тоже, и что-то начинает на витрине рассматривать. Ну правда еще так периодически слез нету, абсолютно. Ну красная физиономика естественно, потому что орет она уже не первую минуту далеко. Она спокойно начинает рассматривать, при этом еще купи, купи. Начинает рассматривать какого-то там человечка, который машет ей рукой. Мама спокойно покупает какое-то лекарство, а та уже закончила практически орать, дает ей эту коробочку в руки и говорит домой придем, бабушке отдашь. Умничка мама, скоро это все прекратится, но это начало манипуляции, понимаете. Следующее, неудовлетворенные потребности, это вот то, с чего я начала. Потребность начинается с естественной потребности, с естественной потребности познания. Сейчас вот у меня внучке год и три месяца, вот позавчера было, вы знаете, честно говоря, потрясающие просто родители, они заняты постоянно еле. Мама сидит дома, папа, когда приходит с работы устал и не устал, они начинают, они показывают, как играть игрушками, они показывают, как рисовать карандашом. И я, посмотрев видео, потому что как-то что-то болело, и мы боимся здоровья малышки, они прислали видео, я была поражена, насколько у нее развита мелкая моторика для года и трех. Потрясающе. То есть, это обычный нормальный ребенок, обычных нормальных родителей, но те, которые постоянно занимаются. И вот здесь вот эти потребности во внимании, в любви, в заботе, ограничения или лишения ребенка и приводит к тому, что он начинает орать, орать его, наказывают, потребность остается неудовлетворенной, и мы пошли по замкнутому кругу. И формируем вот в этом случае очень тяжелые проблемы связанные с депривацией. Это и невротическое развитие личности, это и деформации различные вплоть до психопатии, то есть здесь очень серьезно. Следующее отчего, от чего зависит, будет ли он манипулятором. Время у нас еще есть. Так, пока. Но здесь вот понимаете, опять мы зависли. от чего здесь зависит. Мотивация, формировать мотивацию, это вот не манипулятивное, это в большей степени, вот сколько я консультирую, консультирую таких детей, это чаще всего страх неуспеха, когда вот когда ребенок боится что-то делать, начинать даже что-то делать, потому что он привык, что у него это не получится, это относится и к уроку. Я тогда буду отвечать на вопросы и слайды переворачивать. Вот, ну бывает технически, много у вас тут накопилось всего, значит, я по мере этого буду отвечать. в группе рекомендации родителям сказка-терапия очень хорошо работает. Елена, я с вами абсолютно согласна как-то арт-терапевт, как раз именно арт-терапевтические методы, в том числе сказка-терапию, мы используем, я и мои коллеги используем зачастую именно в таких делах, потому что переключение ребенка на другие роли, а не на роли манипулятора, которые он постоянно находится, как раз и приводит к тому, что он перезагружается, как мы сейчас. Так, значит, будет так, водитесь родителям, объясните, что это их ребенок. Дело в том, что, понимаете, вот здесь, Ирина, сложно очень объяснять родителям, которые создали это существо, и очень сложно им объяснить, что это их проблема. Они, такие именно родители очень проблематично воспринимаются свои ошибки и указания на эти ошибки. Что их ребенок, что вы ответственны, нет. Они поэтому к вам и пришли для того, чтобы переложить свою ответственность на вас. Внимательное отношение со стороны педагогов и родители могут излечить с костюмом. Не совсем поняла вопрос. Кстати, еще одна воспитанница ни в какую не соглашается носить платье. Эта позиция сохранялась до выпускного класса. Девочка показалась на вручении. Девочка нормальная, но почему не нормальная? Не хочу я в этом, мне удобнее ходить в брюках. Хочу в этом особенно. Почему удобнее в брюках? Тут нужно смотреть, потому что здесь не совсем понятно, почему так категорически не одевается платье. Я очень хорошо помню, когда моя дочь, она пела в оперном театре в детстве, оперная студия, и по, естественно, Кармену она должна была выходить в платье. Это первое было такой выход, это было 11 лет, а второе, когда костюм специально шили для пиковой дамы. У них были именные костюмы, все, у нас это все прекратилось, потому что выйти на сцену с Ириной Архиповой, да еще в красивейшем платье, это излечило сразу. Может быть, нет красивого платья? Так, манипулируют друг другом, ну, манипуляция друг другом, это сложнее, потому что манипуляция братом с сестрой, это да, а манипуляция между одноклассниками, это проблематично достаточно. Так, очень хорошо, что вы беседовали между собой, какие-то вопросы сами отвечали. Так, не говорит о сути вебинара не поняла о сути вебинара какого, что я не говорю, обеспокоена связью, да, вы, пожалуйста, сюда пишите вопросы лично мне, потому что в чат вопросы вы не пишете, тогда пишите или пишите вопросы в чат вопросы, чтобы я не отвлекалась на ваши комментарии и так далее. Так, ну и теперь попробуем с презентацией, время нам немножко дали. Мы с вами опять что-то, я надеялась, конечно, что тема очень интересная, и мы с вами очень интересно поговорим. Значит, предпосылки к манипулятивному поведению. Подождать. Это, естественно, мы не будем говорить о том, что манипулятора воспитывают только неправильные родители, родители, не понимающие воспитание, родители, пренебрежительно относящиеся к ребенку, безразличные. Нет. Действительно, к сожалению, бывает так, что любовь родителей, а у ребенка это любовь к повторениям своих действий. И вот смотрите, любовь к ребенку и родитель повторяет свои действия в отношении ребенка, например, в качестве запрета какого-то, то, естественно, что и ребенок, вот я вам уже сказала, что манипулятор воспитывает семья, и вот это, почему-то это и получается. Родитель ведет себя так, что позволяет ребенку именно быть манипулятором. Повторять. Так, ну вот у меня вопрос к организаторам, мы или как-то, потому что опять я так понимаю, что что-то зависло. Я даже вопросы не могу. страница не отвечает. Что же мы должны с вами сделать, если вы меня слышите? Сейчас я узнаю. все нормально, Ольга Генриховна. А у меня не переворачивается. Так, ну давайте, презентацию вы посмотрите, это не проблема. Все-таки давайте мы, как же нам манипулятора-то не начать формировать. Ну, мое однозначное, естественно, совет и пожелание, и все-таки я тоже вырастила детей, и к внукам какое-то отношение имеет. Нашу семью как-то это не коснулось, потому что манипуляция традиционно в нашей семье, она прерывалась, и поэтому смысл продолжается у детей. Тоже является посылками к манипулятору поведению. Это, прежде всего, естественное для раннего возраста ребенка любовь к повторениям. Если однажды получилось, значит, можно повторять до тех пор, а тебе это не дадут. Причем здесь срабатывает и любовь родителей к повторениям. То есть родители, имея привычку не слышать ребенка, они его не слышат. Соответственно, провоцируют его на многократное повторение своей позиции. что, собственно говоря, мы с вами говорили уже о том, что для этого необходимо, для повторения необходимо закрепление, для закрепления необходимо повторение несколько всего раз. Дальше. Дело в том, что почему-то мы взрослые всегда считаем, что ребенок думает, размышляет, понимает, запоминает, также внимателен, как и мы. нет. Школьник, он сконцентрирован только на собственных потребностях. Причем на потребностях здесь и сейчас в большей степени. Дело в том, что, вот смотрите, если все окружение ему заботливо, любит его, предваряет свое время на потребности, то ребенок верит и в положительный контакт, что будет человек точно так же, как и близкие, будет ему благожелателен, даст то, что ему необходимо. И естественно, что он начинает манипулировать не только своими близкими, но и посторонними людьми. Следующее. Возникновение эгоизма. Это готовность семьи пожертвовать всем ради удовлетворения любых желаний и приходей. Знаете, я размышляла как-то о том, почему же китайские дети так талантливы. Нет, китайские дети в большинстве своем обычно имеют обычные способности. Почему же они не предполагают возражений против многократных повторений чего-либо в результате и совершенствования их в каком-то определенном деле происходит. Потому что прежде всего семья настроена на будущее ребенка и она может быть жестоко достаточно кажется нам, что ребенок занимается, занимается и занимается. Но дело в том, что ребенок привыкает к этому достаточно быстро и воспринимает это как естественный ход своей жизни. У нас же дело в том, что бросают все и бегут исполнять желания ребенка. И таким образом с очень раннего возраста мы никак не можем сформировать у них ответственность за собственные действия, планирование, целеполагание, готовность к неуспеху. Почему-то мы всегда договорим о том, что успех обязателен. Это обязательно. Создавать нужно такую ситуацию, чтобы ребенок был успешен. Это на первых правах. А дальше усложнять, усложнять и усложнять. Когда ребенок будет понимать, что дело, которое он делает, в его силах, в его возможностях и обращаться к родителям в каких-то определенных случаях завязывают шнурки. Я очень хорошо помню, когда у подруги сына было лет 10, они пришли к мне в гости, я была жена. У нее больные ноги, больные коленки очень сильно и она наклоняется, поздний ребенок и завязывает шнурки. Я говорю, ты что делаешь? Он не умеет шнурки завязывать. Я говорю, пусть сядет и 5-6 часов завязывает шнурки. Он не научится. В следующий раз он пришел уже завязывая шнурки самостоятельно. То есть это мунипультивное поведение. Он не умеет, я ему помогу. Ну и воздействие наиболее, на мой взгляд, сложное, наиболее опасное для будущего ребенка. То есть в дальнейшем формирование психосоматических заболеваний воздействия на родителей в виде проявления болезни. Очень быстро дети понимают, что на любой чьих кашель повышения небольшой температуры сразу же возникает реакция родителей. Реакция родителей неоднозначная. Бежать, помогать и так далее. Смотрите, почему обязательно ребенок заболеет, если он upsет ноги? Почему он обязательно заболеет, если он не оденет шарф? Мое поколение выросло во дворе. Выросло во дворе не потому, что мы были спризорными, нет, потому что во дворе нам было интересно, потому что во дворе было наше царство, государство, в котором мы могли фантазировать, в котором мы могли строить что угодно, могли продавать все, что угодно, и так далее. То есть разговоры, страшилки, все прочее. А зима? Я до сих пор помню вот это выражение моей бабушки, когда мы приходили с братишкой старшим со двора, а мы жили в городе, в городе, собственно, говорят, где и сейчас я живу. Двор был такой очень камерный, двухэтажки и одна трехэтажка. Все это дело, наш двор закрытым достаточно. Были ворота, за ворота ходить нельзя, машины естественно не проезжали, потому что машин вообще практически не было. Я помню вот этот зимой бабушкин довольный голос и фразу «Стать пальто в угол!» И действительно пальто уже стояло. Мы болели намного меньше, чем современные дети. Вполне возможно, что сопельки у нас текут, невозможно, что эти потоки были. Но я помню самая страшная болезнь, которая была, почему для нас была самая страшная, потому что в дружке было лекарство. Дабушка, как только что-нибудь жаловался на живот, бабушка делала крепкий-крепкий чай, я не знаю, откуда у нее лекарство, она клала туда ложки три сахара и клала туда столовую ложку крахмала. Просто обычного картофельного крахмала. Сейчас я понимаю, что крахмала лекарства не было никакого, но вот эта процеба излечивала все боли в животе сразу же. То есть понимаете, да, ты хочешь быть центром внимания, пожалуйста, но при этом ты будешь страшно, непростно и лекарство. Все сразу проходило. Поэтому жаловались только тогда, когда реально что-то болело. И естественно, что если будем говорить, не лезь в лужу, простудишься, не лезь в лужу, простудишься, и так раз 10-15. Дело в том, что центр возникает именно тот, который необходим, то есть болезненный центр. Как это происходит, да, это можно объяснить нейрофизиологически, пожалуйста, это достаточно длительные химические процессы происходят. Но почему ребенок должен сразу же заболеть, если он физически развит, если у него иммунная система в порядке, он не заболеет. Дело в том, что если вы будете постоянно это повторять, он заболеет тем, что мы называем манипулятивное поведение. Поэтому, пожалуйста, не нужно делать так, что любое, ой, животик заболел, ой, я не пойду в школу. Видно ведь, когда я действительно реально болен. В таком случае очень хорошо, сейчас я вызову скорую помощь, давай поедем в больницу, потом сделаем. Угроза нет, заботливо, что сейчас мы вызовем врача, нужно съездить в больницу, сделать анализы. Как правило, сразу, если это действительно болезнь, ребенок молчит, если это вот такая хитрюшка, то, соответственно, все это пройдет. Что же делать с ребенком-манипулятором? Ну, в конце концов, мы сформировали манипулятора. Ну, дело в том, что, естественно, что обратиться к специалисту обязательно. А в целях профилактики манипулятивного поведения родителям необходимо все-таки доверительное отношение складывать с ребенком, но соблюдать определенные правила. Лидер всегда родитель. Всегда родитель. Хочет ребенок или не хочет ребенок, лидер всегда родитель. Если и особенно, конечно, важно для профилактики, тогда вся семья действует согласованно. Родители, бабушки, старшие братья, старшие сестры. Не нужно будет манипулирование развивать у себя. Достаточно будет искать способ видеть и папу, и маму, для того, чтобы они ему разрешили. То есть обоих родителей. Следующее правило. Родители должны твердо держать свое слово. Если сказали нет, никаких превращая в да. Один раз делаете это, договорками даже пусть, ничего хорошего из этого не получится. Понимаете, это обязательно необходимо. вот такое. Необходимо вот такое обязательно. Необходимо родителям держать свое слово от начала и до конца. И еще одно. Необходимо все-таки сотрудничество во всем. Нельзя обсуждать одного из родителей с ребенком. Нельзя. Ни в коем случае. Почему? Ну, потому что нельзя. Потому что ребенок формирует такое очень неприятное качество, как сплетничание. И начинает обсуждать, делиться, жаловаться на плохого папу или плохую маму. И, соответственно, формируя вот те манипуляции, которые очень легко говорил с мамой, про папу плохую, мама тебе все разрешила. Дисциплина. Ну, про дисциплину я говорить даже, собственно говоря, не вижу смысла, потому что дисциплина должна быть обязательно. Действия и чувства. Ребенок заслужил наказание, то заслужил он строго. Он должен чувствовать любовь. И он должен понимать, что действия были неправильными, и нужно их исправить. Но наказывать всегда нужно так, чтобы ребенок понимал, за что же его наказывать. Ну, и вот теперь самое главное. Комфорт и безопасность в семье. Ребенок направленный член семьи со своими правами и обязанностями. О нем должны заботиться, его любят, ему оказывают необходимое адекватное внимание. Обязательно формируют адекватные, оптимальные, коммуникативные навыки в семье и за пределами ее. Контролируют и обучают самоконтроле эмоций. Слушают ребенка и отвечают на его пользу. Ну, и у нас остались несколько вопросов, на которые не ответила я. С удовольствием отвечу, потому что вопросы действительно актуальны. Вот здесь девочка по утрам собирается в детский сад, требует одежду, которую хочется именно ей. Но не папе с мамой и не по ситуации. Но дело в том, что утром выбирать одежду я не вижу смысла. Все вот эти подготовительные дела, которые завтра трудно будет делать, потому что все будут торопиться. Почему это не сделать вечером? Не дать действительно ребенку возможность выбрать то, что он хочет. Она ведь, тем более, если эта девочка уже достаточно большая. Ей шести лет, ей хочется наряжаться уже самой. Но дело в том, что обговорить, например, если он хочет именно нарядиться в спортивный костюм в праздник или наоборот. Ну, не нужно говорить о том, что одеть, а нужно поговорить о том, какие завтра все будут красивые девочки, как оденутся мальчики. И, собственно говоря, ребенок заснет уже, глядя на то платьице или на тот костюм, который он оденет завтра. Проблемы нет. Утром бесполезно, потому что утром действительно это будет даже не манипуляция, это будет вот та скорость, с которой нужно быстрее собраться. И, собственно говоря, ребенок пойдет на праздник с плачем и с испорченным настроением. Так нельзя. Так. Родители. Аллергия на одежду из чистой шерсти. Я отказывалась надевать такие платья. Мама считала, что это манипуляция. А мне было чудовищно некомфортно. Но дело в том, что непонятно, почему мама считала это манипуляцией. Если действительно мама взрослый человек, и она должна понимать, что любая шерстяная ткань, она вызывает раздражение нежной кожи. И, собственно говоря, если у вас была аллергия, то были и внешние проявления. Почему мама не реагировала? Большой вопрос. Если ребенок в истерике, до посинения, в захлеб, как в такой ситуации быть? Ну, я так понимаю, что это воспитатель. Воспитатель в детском садике. Как быть? Во-первых, убрать всех зрителей. Это дети, воспитатели. Остаться. Просто вывести. Просто вывести в другую комнату, если есть такая возможность. И ребенка тихонечко взять мокрое полотенчико и тихонечко обтереть. То есть создать какой-то определенный раздражитель, который позволит ребенку отвлечься физиологически. Дело в том, что такая реакция, истероидная реакция, я уже говорила о том, что она очень схожа на эпилетический припадок. И дело в том, что маленький ребенок, кричащий, он может, к сожалению, к сожалению, у него разовьется ложный ляринготрохиит, то есть волосовая щель, будет там серьезный отек, и ребенок может перестать дышать. К сожалению, в моей жизни такое было. Честно говоря, она пугалась ужасно. Это была дочка моей подруги, которая оставила полуторагодовалую у меня. И ребенка пришлось, собственно говоря, отхлопывать, отшлепывать для того, чтобы она реально, вот это посинение, то есть реальная остановка дыхания, ребенка вернуть к жизни. Это запомнилось мне на всю жизнь. Больше с этим ребенком я не оставала. Так, аутизм принимается манипулятивное поведение. Дело в том, что не забывайте о том, что аутисты, это тоже дети, которые, особенно легкие формы аутизма, это дети, которые с внешним миром контактируют. И, конечно же, хотят на этот внешний мир воздействовать. Манипулятивное поведение у аутистов тоже может сформироваться. Здесь нужна очень точная, четкая диагностика, то есть наблюдать ребенка необходимое и понять, что это такое. Или это стереотипы, которые он, ну, в силу своего заболевания у него сформировались. Или же это действительно манипулятивное поведение, которое вот он сформировал в результате чего-то. Так, если ребенок просит, он чего-то хочет, это уже манипуляция. Ну, мы уже ответили выше, в каких случаях считать, что это уже манипуляция. Так. Часто бывает, что ребенок не хочет чего-то и тоже скандалит. Ну, естественно, отказывается дискисать, надевать неудобную. Подождите, а почему он должен надевать неудобную обувь и при этом радоваться? Вы сами подумайте, неудобная обувь у ребенка. Конечно, он будет скандалить, если вы не понимаете, что ему неудобно в этой обуви. А как вам еще? Он сказал, мне неудобно. Вы сказали, мало ли, что тебе неудобно придешь в этой обуви. Он говорит, мне больно. Ну и что? Разносится эта обувь. Ну, вы подумайте, это же. Это проблема взрослых людей. Садиться в коляску. Ну, в коляску садиться, значит, тоже маленький ребенок начинает плакать и начинает, как вы говорите, скандалить тогда, когда ему дискомфортно. Ну, я уже говорила о том, что родители манипулируют ребенка вместо прямых с ним отношений, к сожалению. Так, влияет ли темперамент ребенка? Да, влияет. Да, влияет и очень серьезно. И поэтому нужно быть... Ну, тут про логопедический ребенок не говорят 4 года. Надо обязательно наблюдать этого ребенка. Ну, в общем-то, на все вопросы такие по теме и не совсем по теме я постаралась ответить. Вот. До встречи, пожалуйста. Извините за то, что немножко был сбой. До следующей встречи. Следующий вебинар будет посвящен синдрому дефицита внимания, как он формируется, как он развивается и что делать, если он выявлен. Спасибо за внимание. До свидания.